Всем привет, ребят, с вами Юмилия. Однажды я делала реакцию на моменты со стримов, и эта реакция набрала нереально огромное количество просмотров. Поэтому я подумала, почему бы не поделать еще реакции на что-то подобное. Сегодня будем смотреть ролик с канала Бабла. Если вы знаете, где выходят нарезки какие-то прикольные с Твича, с Ютуба, со стримчанских, то пишите об этом в комментах. И мне всегда было интересно, почему в такие нарезки я вообще никогда не попадаю, потому что у меня были довольно прикольные, смешные, иногда безумные моменты. Да, они не частые, не каждый стрим, но все же они у меня бывают. И вот я ни разу ни в каком таком ролике не была. Немножко обидно, потому что я уже стримлю, наверное, года так три, и никуда я так и не попадала. Может быть, даже кто-то и не знает, но да, я стримлю. У меня раньше было расписание стримов, сейчас я пока что его отменила, но в будущем, скорее всего, я к нему вернусь. И стримлю я не только на Ютубе, но еще иногда, очень редко, но все же на Твиче. Поэтому, если что, все ссылки в описании, а анонсы своих стримов пока что я делаю в Инстаграме. Пока точного расписания нет. Короче, поехали. Всем привет, мои хорошие, сегодня мы с вами смотрим... Очень необычно видеть самого Бабла, потому что обычно у него там звучит какой-то закадровый голос, а тут он сам начал появляться. Я совсем недавно об этом узнала, когда Руси смотрел одну из подобных нарезок. Смотрим новую подборочку по стримам. Поехали. Сама кста его не смотрела уже очень давно. Очень давно. Мы уже знаем этого парнишку по прошлым выпускам и знаем, что он частенько играет на русских серверах. А при просмотре этого момента я понял, что и наши ребята тоже неплохи. Что? Скажи мне, я имя льгахба. Говорю, что он говорит? Так сказать, не ударили в грязь лицом. Говорю, что я имя льгахба. Один язык, пожалуйста. Следующий случай научит вас не доверять играм. Помогите мне. 20 секунд. Попробую петлю, точно так же, как я говорю. Не было. Попробую. Петлю петлю петлю. Три, два, один. Попробую. А? Что это петлю петлю? Я не люблю, я не люблю. Я не люблю. Мы мертвы. Мы мертвы. Когда я прохожу мимо таких аттракционов, люди делятся на два типа. Первые постоянно мажут, а вторые бьют слишком слабо. А есть те, которые бьют слишком сильнее. Но этот парнишка удивил всех. No way. И сколько у меня? No way. No way. There's no chance that cake won't hurt. А еще меня немножко удивил и на стороне... Ну, я тоже такое видела. Однажды парень ударил не с ноги, а вот с кулака. И у него там даже получается так, что он сломал аттракцион сам. Там этот шарик, мячик... Блин, как его правильнее называть? Он как-то застрял, его даже вытащить нельзя было потом. ...пожил одновременно вот этот крутой момент. Прям бородач. Кринейд. Оооо! Блин! Красиво! Посмотрите еще раз. Сразу четыре и все четыре в голову. Попахивает каким... Как будто они специально стояли ради этого момента вот на том месте. Друзья, дальше просмотр только для тех, кому строго больше 16 лет. Так, мне 22. Так. Блин. Когда я раньше говорила, мне 21, это звучало не так ущербно. А сейчас так, мне 22, я чувствую себя старой. Ну, типа, знаете, мои одногодки там детей завозят. Вот это вот все. А я тут сижу, видосики записываю, стримлю. Ой, ладно. Не будем париться об этом. Подписывайтесь на инстаграм просто. Мне приятно будет. А, это парень ее смотрит. Я вообще этого чувака не заметила справа. Ладно. Смотрим. Реакция стримера довольно странная. Он как будто бы, не знаю, унюхал что-то вонючее. Мне кажется, он просто гей. И может быть, его не привлекают девушки. Я даже не знаю. Хотя тут, скорее всего, просто на любителя. Корейский стример. Ну, обычно парни же там, о, какая жопка. Все в таком духе. Там сидят, чуть ли не облизываясь. А тут такая реакция. Может быть, он реально просто, ну, в другой ориентации. Ему, типа, это, ну, неприятно. Не знаю. Показывает на прямых трансляциях свой рабочий процесс. И вот ему пришла в голову идея создать такой четкий коврик. Блин, таких ковриков на Алиэкспрессе просто миллион. А, он протыкает? А, он... А че они сдуваются? Я думаю, многие хотели бы себе такой коврик. Да, блин, их просто... Хоть отбавляй на Алиэкспрессе. Я просто сидела однажды, искала коврик нормальный себе с Overwatch. Я видела вот в основном такие вот. А я искала вот, ну, обычный. Просто, чтобы принт был от овера. Если полностью отдаешь себя игре, то ты можешь уже предугадать, что случится дальше. Недавно, как вы знаете, прошел Хэллоуин. Но тут, как мне кажется, он вообще ни при чем. Потому что эта девушка всегда знает, чего она хочет. Что-то нет, а он у меня. Что? Я вообще бы спешился просто. Спасибо, что потрогала письку моего пареню. Хотя, может, он ее парень даже не знаю. И он, переодетый в Доктора Дизреспектора, устроил крутое шоу. О, прям. Люди начали собираться, зрители. Один человек, два, три. В общем, мне интересно... Док, он вверх, baby! Мне интересно, как они так ходят и стримят одновременно. Если бы я запустила такой стрим, у меня бы все точно лагало бы и фризило. А они так это делают очень качественно. Просто как будто смотришь какой-то ролик, а не запись стрима. Как они вообще это делают? Как так можно стримить? Какое у них у всех оборудование? Я просто вот этого реально не понимаю. Я привыкла, что если я стримлю, то это, само собой, два софтбокса, стол, качественный микрофон, камера, дорогущая, штативик, один монитор, второй монитор. Как вот можно так взять просто на улицу, выйти и начать стримить? Какое у них вообще там оборудование? Они свой ноутбук как-то носят, какой-то крутящий, который все это тащит? Я вот даже не знаю. И мне было бы интересно обо всем этом узнать, но я как-то не видела ни одного такого ролика еще на ютубе, где кто-нибудь вот про это рассказывал. Потому что в основном все говорят, как настроить стрим там дома. А вот как вот так вот ходить и стримить, никто не говорил. Я уже рассказывала неоднократно, что хотела бы посетить там разные страны и города. И я хотела бы тоже устраивать такие стримчанцы, но как это все реализовать, я понятия даже и не имею. Но это круто. Ребята зашли в магазин, начали покупать вещи в дорогу, купили большую сумку и вдруг вспомнили, что они стримеры. Ну и началось. Понятно. Она еще реально туда влезла? Она, наверное, миниатюрненькая, да? У меня там пятка где-нибудь влазила. И локоть вот так вот. Шоп! 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 Либо девушка очень худенькая и суперлегкая, ну или стример мега-качок и представьте одной рукой нести сумку с человеком. Мне кажется, она миниатюрненькая, блин. Его не удивляет, что она вообще туда влезла. Ну, я бы там точно, серьезно, у меня там, нет, я вот сказала, пятка торчала, у меня там торчала бы, вот, я не знаю, часть от коленки, да ступни, но я, блин, большая, потому что... А она, мне кажется, миниатюрненькая. Кручь. Фигеть, он разъезжает там, килл и дает. Вообще, молодец. Ребят, я столько моментов уже посмотрел снова в колу. Такая реакция у него. Ну, нет, кто-то, на такой реагирует, так вообще не знает, что это каждую катку тащит, ну, скорее всего, так и есть. Короче, вкратце, там везде примерно вот так. У него такое лицо, аааа. стримершо в очередной раз забанили, а затем снова разбанили, и она рыдает от счастья, что это совершилось. У меня так же было однажды, тоже на стриме, я хотела посмотреть бой Конора Макгрегора, с кем он там дрался-то, я уж не помню, с Хабибом, с Хабибом. Нет, это бой до Хабиба был. Мэйвейзер, о, вспомнила. Хотела посмотреть их бой, уже приготовилась заранее, жду бой, и прямо перед самим боем, за, по-моему, 30 минут до него, или 20, меня забанили. Я начала быстро писать на почту, от которой пришел бан, мне прилетел страйк, я не могла вообще стримить. Я тут разоревелась вся, и человек такой пишет, точно так делать больше не будешь? Я такая, да, пожалуйста, снимите страйк. Я реально сидела, вот слезно его просила, печатала, сижу, я сама реву, он снимает страйк, я снова запускаю стрим, и я тоже реву просто, типа, ура, меня разбанили. Вот такой же момент был, я больше так никогда не делаю, я вообще теперь, вот, после всех этих случаев, которые со мной были, с авторским правом на стримах, я так ссыкую что-то подобное смотреть, я поэтому реакции на многие видосы, ну, просто не делаю. Мне реально страшно, вот честно. Она такая, миленькая, блядь, не воню. Чё она там, тишу пальцев, она облизала, что-то сделала. Как вы помните, она у нас уже плакала, примерно три выпуска назад, и я вангую, что через три-четыре выпуска, мы снова ее увидим. Но если человеку доставляет это счастье, то почему бы нет? Кто мы такие, чтобы ее судить, правильно? Когда у тебя личные счеты с фанатом. Причем, счастье. Он, мне кажется, тому хотел вот так вот взять дать, тому, который сзади челик стоит, а дал в итоге другому по счете. На самом деле, нам всем не мешает немножечко расслабиться. Наступила осень, и люди совсем перестают дружить с головой. Так странненько выглядело. Ой, бедный чел. На моей памяти, позирование на камеру, на стримах, никогда еще не приводило к добру. И еще раз. Я не люблю позироваться, поэтому на стримах и на камеру, я просто понимаю, что что-нибудь произойдет. Помню однажды, откатываюсь такая назад, влюблюсь в хромакее, он у меня начинает падать. Такое тоже было. Блин, да. Ой, кукинг-стрим. Вы просто посмотрите, насколько... Поэтому надо всегда аккуратно придерживать тарелочку, когда ты ее показываешь камеру. Друзья, я не знаю, как у вас, а у меня со сложными делами даже как-то легче получается справляться, чем с всякой фигней. Ну вот примерно, какой ты стримерш. Парнишка решил завалить босса в Дарк Соулс с закрытыми глазами. Ну давайте посмотрим, получилось у него это или нет. Мне кажется, он много раз в эту игру просто проходил. Он еще знает, как будет босс двигаться и что будет делать. Жесть. Я бы так не смогла. Честно. На самом деле, он очень долго разучивал все звуки и вот наконец-таки у него получилось. Музыкальная пауза. Следующий случай понравится всем, кто любит скил и кто скучал по шрауду. я играл на своих стримах в эту замечательную игру на второе место попадает али нити и и ламповый стрим и кресло на котором она релаксирует понятно честно я боюсь так со своим делать ребятки лучшие комментарии по этому моменту с али нити я закреплю в комментариях в самом верху так что пишите не стесняйтесь пишите я жду топчик блин было бы гораздо прикольнее и смешнее если бы она упала я ждала что она упадет не думайте что я ужасный человек но просто я настолько привыкла что когда подобное происходит человек падает как-то или все идет не по плану а тут она просто разлеглась расставила свои ноги смотрите все на мою и прям каждый зритель этого стрима почувствовал себя немножко гинеколог мне просто просто понимаю насколько мои стримы скучны по сравнению с подобным захотелось закончить подборочку вот этим милым файлом кстати единственная русскоговорящая стример что получается среди секундочку я перелесну подборочку вот этим милым файлом и не уди пора как мне сделать так младший братик думал что если он быстро пробежит то его не будет заметно но кстати да я его не заметил вы заметили я нет друзья это еще не конец прямо сейчас переходите по ссылочке в описании где вас ждет продолжение выпуска по стримам там случаи более жестки я жду вас там звук доната был а это мне кто-то на канал подписался все знаете для завершения стрима просто не хватает того чтобы я также опустила кресло как-то барышней положила сюда ноги нет я так делать не буду ой как хорошо так можно и уснуть прям во время съемки видосик а вообще мне поднимают настроение подобные ролики я не понимаю почему я не делаю реакции на подобное мне все пишут там брайан мормок еще кто-нибудь что-то выпустил а надо чаще смотреть тоже подобные видосы и просто расслабляться мне было очень приятно на самом деле что тут было мало русскоязычных стримеров а были зарубежные стримеры это по моему прикольно потому что наших русскоязычных уже все знают и мне если честно некоторые из них поднадоели я не хочу никого оскорбить или обидеть но хочется видеть новые лица вот просто новых людей и тут я их прям сейчас увидела каких-то стримеров нет я всех из них не знала вообще вот честно такой случай когда я вообще никого не знала хотела сказать что кого-то знала а потом вспомнила нет вообще никого никогда из них не видела и по-моему это прикольно это круто мне некоторые из них даже понравились и я бы посидела на таких стримах вот честно я редко сама сижу кого-то на стримчанских кого-то смотрю на таких стримеров я посмотрела потому что довольно интересный прикольный контент не говорю что наши русскоязычные стримеры какие-то плохие но просто когда я смотрю на резку там одни и те же люди одни и те же лица А тут, ну, реально, какие-то новые ребята. По-моему, это круто. Также тут была одна из всего русскоговорящая девочка. Я ее раньше не видела, но она довольно миленькая, честно. Такая прям симпатяшка. Что думаете вообще вы о стримерах и об этих моментах? Пишите об этом, конечно же, в комментариях. Не забывайте, что я тоже стримлю. Да, конечно, вот этой вот курочке на кресле разлегшейся вы не увидите, но у нас бывает довольно лампово. По крайней мере, зрители это говорят. Вот. Поэтому я все-таки верю, что это правда. А с вами, как всегда, была Юмилия. Большое спасибо за просмотр. Всех целую. И всем пока.